дорогие друзья сегодня мы записываем этот ролик по мотивам ваших травматичных историй как какой-то ненароком брошенное слово из детства из юности из жизненного опыта отравила вам весь сексуальный опыт первая история это одна девушка сказала что я импотент вы не поверите я как специалист это слышу регулярно например я не мог в сексе третий раз возбудиться и раскочегариться на третий заход и а женщина мне сказала ты чё импотент второму а второй там мог продержаться в сексе там две-три минуты и девушка ему сказал ты чё импотент причем каждый раз вот заметьте поскольку я же я же мужчин люблю женщины под вопросом мужчин то я люблю это же чувствуется и это понятно иначе бы я не стала урологом наверное вот и тут у меня в душе начинает бурлить мужская солидарность вот я начинаю говорю так нет подождите давайте секундочку давайте раскрутим этот кейс до основания давайте давайте расскажите мне как вы занимались сексом с той женщиной на которую вас не встал третий раз нет два раза блять стал и это хорошо да а третий раз не стал все сука иди отсюда вот расскажите мне что такого недополучила это краля что ты импотент после этого ну как ну то знаете у нас сначала было при люди ну там вот в него шоу пили потом кончу потом у нас была после люди которая перешла в новую при люди не ну не так мне все поняла но мне пожалуйста тут расскажите вот по пункту я ее целовал но я ее обнимал я срывал с нее лифчик я перекусывал трусы зубами я там это ну в общем что-то он такое с ней значит делал вот игра потом а потом она мне сказала входи я все горю я больше не могу но я смотрю меня член уже стоит ну чего время-то терять взял и вошел 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 и ну дальше я там опять сначала попробовал рвать зубами и лифчик и откусывать ее трусы а она мне гритну входи уже призывно так и дышит призывно так я чувствую пора входить я опять вхожу вхожу-вхожу вхожу-вхожу-вхожу значит вхожу-вхожу-вхожу-вхожу и о чудо опять кончил ну-вот а в третий раз вот не смог потому что она горит я импотенте подождите я говорю я опять не поняла говорю ну вы ее целовали целовали обнимали обнимали потом что делали сразу входили да а где какие-то специфические ласки и ирогенных зон где вы там скажем нагнетали накал возбуждения может быть вы как-то вот особым образом работали с ее активными ирогенными зонами он так слушает меня как бы я по-китайски говорю это что такое а это где таки расскажите поподробнее это куда надо было нажимать помедленнее записываю хорошо прямым текстом спрашиваю вот вы два раза в нее входили у нее оргазм был ну наверно был вы как это поняли но она мне в самый ответственный момент подмахивала и говорила и я так понял что у него оргазм то есть это он так понял но я-то поняла что нифига у нее никакого оргазма не было все что она делала это лукавая сексуальная активность и бутафория с головы до ног она тупо хотела количеством подходов и фрикций восполнить недостающее качество собственных ощущений мужик объясните мне чем виноват что она бесчувственное бревно что ничего вообще не чувствует что у нее нигде ничего отсюда досюда не развито прикасаться к ней нельзя и входи быстрее а то мне стыдно что ты тут меня касаешься мне а боязно я опасаюсь я очень сильно боюсь что ты меня дисквалифицируешь по сексуальному признаку и поймешь догадаешься что я ничего не чувствую поэтому входи уже быстрее делать свое дело вот он входит делать свое дело а вместо того чтобы сказать ему спасибо что это сделал не за две секунды а целых два раза она ему говорит импотент так и кто из нас двоих импотент спрашиваю я нормальная женщина от такого мужика то пять раз бы кончила вот с этого и надо начинать не умеете пять раз кончать от двух мужских заходов вам ко мне приходите научу это не невесть какая наука эта технология в конце концов приходим учимся второй топовый случай а мне мама в детстве говорила что я слабак она мне говорил что меня слабые легкие слабое сердце слабые узкие внухоподобные запястья и эти костяшки на ногах как они называют голени ветер дунет и я упаду прыщичек на жопе это признак что есть такой слабый и незначительный ребята да я понимаю у нас у всех есть якоря у многих из нас было ну реально трудное детство я бы даже сказала нереально трудное детство да и это наш бэкграунд и когда 30-летний парень приходит ко мне вздрагивает от любого сквозняка тут у него масочка пожалуйста закройте двери а закройте окно чтобы меня не просквозило масочку можно снимать не буду кто вас знает доктор вы с разными людьми контактируете вдруг вы заразная вдруг какая-то слюна вы так активно разговариваете слюна брызжет вдруг на меня попадет и сразу язва вскользь и так далее сексом заниматься что вы там тряхомушки зловонные раковые зубастая магина там на меня набросится отожрет мне самый главный член моего тела и так далее тому подобное парни встряхнитесь если реально вот сейчас вы себя узнали если реально в детстве вы слышали от мам от бабушек которые вас воспитали на которые над вами квохтали как курицы над цыплятами которые там от всяких сквознячков вас оберегали от армии отмазывали практически за вас служить в эту армию бросались то это просто детские якоря которые тормоза травмы которые не дают вам развиваться но я не просто сказал бы в настоящих мужиков это было бы слишком мало для вас в настоящих людей и коль уж так случилось но вот а повезло вам стать сыном такой мамы здесь нужно смотреть на жизнь немножко по другим ракурсом вам просто повезло родиться вас не абортировали да а могли бы вас не сдали в детский дом вас не убили при молоде там при рождении вас почему-то родили выросли все маме за это говорим огромное спасибо низкий поклон вот ну и после этого начинаем работать с психологом сексологом со мной работайте просто работайте просто не сидите на месте просто двигайтесь и третий кейс который в так сказать режиме урологической психосоматики хочу вам привести это то до какой степени наше общество наэлектризовано какими-то несбыточными сверхъестественными ожиданиями в отношении мужчин да когда мужчина приходит в спортзал и женщина тренер ну понимаете вот в спортзале когда мужчину тренирует женщина тренер это практически как врач уролог женщина осматривает мужчине простату пальцем да то есть это практически вот женщина уролог который осматривает простату пальца она как бы трахает сейчас пациента пальцем ну вот если вот не медицинский а так скажем психоаналитический плац этой проблемы вскрыть и вот спортзале тоже там ходят такие мужики качки тут приходит такой знать интеллигент мужчина а у него тренер женщина качок и она подходит к нему с гантелей и говорит ну что сейчас я тебе этой гантели как трахну вот и мужчина такой не надо я все выполню все выполню как что надо покажите я быстро учусь куда нажимать что поднимать на какой рычаг добить она это так вот повторить можешь могу могу я сделаю он так начинает вот это вот делать все и это все боже мой где я облажался вроде секса мне 30 минут вроде могу три захода за один подход где облажался а о я же спортзале господи это же тренер они моя женщина вот поэтому дорогие женщины сейчас я обращаюсь к вам и не важно кто вы мама бабушка или жена этого мужчины забудьте фразу и это все тогда мужчины будут всегда мочь хотеть и все делать